Приветствую вас дорогие друзья, с вами Блэкбани и это обзор на персонажа антимаг. Поехали! Итак, антимаг, персонаж со основным атрибутом ловкость, является одним из самых сильных кэри. За счет чего? Давайте посмотрим. Итак, друзья, первая способность антимага мана Брейк. Антимаг сжигает ману соперника с каждой атакой. Также этот спелл наносит урон противника в размере 60% от всей сожженной маны, которая была и за прошлый удар, и за последующий удар, за все удары, которые нанес антимага. Я поясню. То есть, вот у нас стоит Свен, у него фуловая мана. Мы начинаем бить его и наносим ему количество хп, отнимается гораздо больше, чем в прошлый раз, поскольку мы выжгли ему ману. Вот таким образом работает этот спелл. Итак, давайте пойдем дальше. Вторая способность — это Блинк. Обычный Блинк, который кастуется относительно долго, но имеет большую дальность применения и маленький кулдаун, и также небольшие затраты на ману. Правда, кастуется относительно анимации его каста. Это самый долгий применяемый, я имею в виду, Блинк в доте, поскольку Блинк Queen of Pain гораздо быстрее. Блинк Queen of Pain быстрее Блинка антимага в три раза. Давайте посмотрим. КД-штон 5 секунд, и максимальный рендж у него вот такой. На самом деле, максимальная дальность применения 1150. То есть, примерно вот отсюда, вот досюда. Вот так вот. Поехали дальше. Итак, третья способность — Spell Shield. Это просто, как бы, магический резист. То есть, это сопротивление магическому урону. Итак, напоминаю вам, что сопротивление у обычных героев, стандартное сопротивление магии у всех героев 25%, а это дополняет вас еще больше сопротивлением магическому урону. И к концу прокачки ты меня уже задолбала. Заткнись. Итак, сопротивление к магическому урону 25% у всех героев. То есть, к четвертому уровню прокачки всех скиллов у вас будет сопротивление магическому урону 75%. Я не буду говорить, что некоторые ребята там собирают, даже специально собирают худ, чтобы иметь магическое сопротивление 100%, но я напоминаю, что 100% сопротивления магическому урону быть не может. Какой-то урон оно точно должно вам нанести. Итак, переходим к культе героя. Итак, мана воет. Это способность, направленная на юнита. За каждую отсутствующую у цели единицу маны, ей и окружающим противника наносится урон. Основная цель коротковременно оглушается. Во-первых, это микростан. Во-вторых, я объясню, что это такое, как она работает. Если у противника вообще, вообще нет маны, то это, конечно, плохо. Но если он, то есть вот мы видим Свена, у него фуловая мана. Результата ноль. Итак, давайте посмотрим. Нанесем ему. Так, это нужно будет прокрутить. Итак, вот мы долго-долго старались, били этого Свена, и видим то, что у него 60 маны. И вот у нас 16 уровень, долгожданный. И что же будет? Его разорвет. Его просто разорвет. На самом деле урон наносится колоссальный, относительно того, что я не мог бы убить его, поскольку у него большой запас жизней. Но, на самом деле, таким скиллом можно сделать просто одну ульту и рампейдж. Это серьезно. И это наносится урон всем окружающим. Всем окружающим. Особенно очень сильно действует это на янтовиков. Когда там какие-нибудь Шторм Спирит, и мы выжигаем ману, там подходит куча слабеньких героев, просто делается ультра рампейдж. Все, это изи просто. Ничего такого особенного там нет. То есть, и что, как, особенность этого скилла. Урон. Что значит урон? Урон — это относительно коэффициенту интеллекта, отнимаемого вами противника, точнее, сожженной маны. Длительность оглушения. В принципе, она не должна быть большой. Этого хватает, чтобы сбить там иногда, в некоторых случаях, телепорт. И, конечно же, радиус преименения, коллдаун и мана пул. Итак, переходим к скилл-билду. Итак, друзья, я создал сборку в стиме, по которой я буду все конкретно описывать по данному герою. Ну что ж, поехали. Итак, друзья, на линию берем себе топорик, щиток и танк. Стартовый закуп для любого кэри. Итак, мы фармим всеми усилиями и в боковой лавке покупаем перчатку для Медаса. Также до следующего... Следующим закупом будет рецепт от Медаса. Приносим его себе. И продолжаем фармить. Итак, напоминаю вам, что вы должны стоять только на изи-лайне. В другом случае никогда не берите антимага, потому что в харде вас могут унижать. После того, как вы купили Медас, вам нужно использовать его не на вот этих крипов, а на крипов, которые в лесу. И желательно на больших, чтобы получить больше опыта. Но если же вы видите, что у вас проблемы с голдой, то используйте Медас на маленького крипа, чтобы потом зафармить большого и получить больше денег. Есть два варианта использования Медаса, про которые я вам сейчас рассказал. Но я использую всегда на большого крипа и подфармливаю чуть-чуть маленьких, чтобы получить преимущество даже над противниками, которые стоят против нас, даже если они нас очень сильно унижают, чтобы никак не отставать в опыте. Итак, дальше докупаем из нашего щитка, прямо в этой потайной лавке, Пурманщилд и покупаем сапожок. Дальше докупаем себе Ринг оф Хеллз, и к этому времени у вас должен уже будет откатиться Медас. Снова делаем Медасовым крипа и отправляем нашего курьера в потайную лавку. Примерно к тому времени, как у вас будет 700-800 голды, чтобы немножечко дофармить и как-то себе вынести уже персик. Наш курьер покупает там Войд Стоун, и он летит к нам. После покупки Персиверанса мы приступаем к нашему сапогу. Это, безусловно, Пауэр Трэдс, поскольку они дают, ну, относительно нормальный МС, насчет МС я ничего не скажу, 8 к выбранному атрибуту, 3 к скорости атаки. Значит, для чего это нужно? Во-первых, переключаться между Пауэр Трэдсами вам придется вообще по протяжению всей игры, поскольку вот вы, допустим, хотите блинкануться... Так, я вроде выключил. Да. Это был, конечно, фойл. Итак, вот вы хотите блинкануться, у вас стоит ПТ, допустим, на ловкость или на силу. Вы хотите блинкануться, вы быстренько используете на интеллект, блинкуетесь и снова используете на нужный вам атрибут. Это позволит вам избегать каких-никаких затратов маны. Также, когда фармите лес, советую прорубать вот эту вот точечку, чтобы спокойно проходить между крипами, делать отводы и добыл спавны. Не забываем также использовать Медас на лесных крипов. И вот с таким вот закупом у вас должен появиться Баттлфьюри при хорошем раскладе на 15-й минуте. Покупаем Баттлфьюри. Итак, с появлением Баттлфьюри мы ненадолго можем уйти в лес или же другой вариант идти скушать крипа нашего уважаемого крипа Медасиком лесного и пойти пропушивать лайн, поскольку крипы от Баттлфьюри будут, извините, очень быстро рассыпаться. Мы просто встаем вот так, нажимаем кнопочку атаки и фармим. Дальше идем спушивать линию. После спушенной линии мы идем дальше фармить в уже точно 100% лес. Итак, следующий наш итем это Манта, Манта Стайл. Что мы с ним делаем? Таксика его покупки такая. Некоторые сначала покупают ультимейт орб для того, чтобы есть у некоторых людей такая типа тактика. Сначала покупать самое дорогое. Но на самом деле для меня это, конечно же, большой-большой бред. Вы же не покупаете сначала у травлов, как бы... Сначала ведь покупается ботинок, а потом покупается рецепт, потому что рецепт вам будет бесполезен. Сначала покупается Яша. Приносим себе Яшу. Для чего Яша? Я сейчас, конечно же, объясню. Яша это... С помощью нее вы начнете быстрее бегать и немножечко быстрее бить. В принципе, в этом ничего такого сложного нет. Просто быстрее бегите, быстрее бьете. Потом уже покупается всеми любимый ультимейт орб. Если вы стоите на линии, то вы можете купить его именно вот здесь. И, конечно же, нафармливаем себе всего лишь из 900 голды рецепт от Манта Стайла. Приносим его себе. Итак, дальше есть два варианта развития. Первый вариант развития это когда вы идете помогать своей команде, если она без вас не справляется, и они дико фидят, или хотя бы не дико фидят, но просто не справляются, потому что им сложно без вас. Просто они стараются, но ничего делать не могут. С таким закупом Мантемак уже бьет очень сильно и принимает какой-никакой урон, имея какие-никакие статы и хп. Итак, вариант влета вместе с Манта Стайлом. Обычно я делаю это всегда через Shift. Вот стоит Свен. Зажимаем клавишу Shift, нажимаем V, то есть для меня это Блинк. Тут же Манта. Начинаем бить. Свен, конечно же, мешкается, поскольку он не успевает. И разрываем его на кусочки. В принципе, это делается очень просто. Ну, конечно же, это уже будет не Ферзблад, поскольку вы нафармили много итемов и прошло уже относительно много времени. Второй вариант это, конечно же, продолжать фармить. Продолжаем фармить и фармим себе такой интересный итем, как Баттерфляй, то есть бабочка. Начинать его нужно с Игл Сонга, то есть покупаем его и дальше фармим себе на основные итемы. Также я напоминаю то, что вы можете начинать фармить Эншентов. Это очень просто. Даже с Баттл Фьюри и Манта Стайлом вы можете их спокойненько зафармить. Не забываем прожимать наш уважаемый Медасик на Листых Крипов. Или же, если вы собрались пушить, то, конечно же, на Лайновых Крипов. Не забываем проюзывать наш ботинок на Интеллект. Итак, вот у нас появились очень сильные кэри итемы. Что же собирать дальше, вы спросите? Поскольку Антимаг имеет очень, ну, относительно всех героев, маленький прирост силы, мы будем собирать ему сердце Тараса. Тараски. Тараску, короче, Heart of Taras. На самом деле так и переводится. Сердце Тараска. То есть Тараска это такой монстр в Лигу Флэджи... Ой, не в Лигу Флэджи, извините. В какой-то игре. В какой-то игре. В Дашнадцать Дрэгонс. Вот, да. Значит, что же продать? Медас ни в коем случае не продаем. Медас не продаем, когда не будет единственного слота для последнего итема. Такого, как Эбисел Блейд. Продаем мы щиток. И покупаем сначала самое дорогое, то есть ривер. Если, конечно, все плохо с фармом, то можно купить Виталити Бустер, но я покупаю ривер. Итак, отправляем нашу Куру. Покупаем рецепт и отправляем нашу Куру в потайную лавку. Сами, конечно же, продолжаем фармить. Итак, вот у нас уже очень хорошие статы. У нас жир есть. У нас есть все. С включенными Пауэр Трэдс на силу. Если вы, конечно, захотите это сделать, то у вас будет 2800 жизней. Я включаю на ловкость, потому что мне, в принципе, и Стараски хватает. Итак, следующий наш артефакт это Эбисел Блейд. Абасал, Эбисел, как хотите. Ругаться нехорошо, поэтому Эбисел. Итак, почему стоит собирать... Напоминаю, что продаем Мидас. У нас будет уже относительно много голды с проданного Мидаса. Почему стоит собирать его именно с Башера? Я объясню. Если вы жестко доминируете, то можете собирать и, в принципе, Секрет Релик. Но если у вас примерно такое, вы чувствуете, что вас могут убить, тут играет психологический фактор. Смотрите как. Что делает Секрет Релик? Из него делается Эбисел Блейд, Рапира и Рэддианс. Поскольку Рэддианс на антимага никто не собирает, ну, в принципе, я ничего не хочу говорить по поводу хороший это итем или плохой, просто говорю то, что редко, хорошо, редко, то я никогда не видел, хорошо, и Рак никогда не видел, что... Хорошо, хорошо, все, все. Допустим, если даже кто-то собирает, но я такого никогда не видел. Если вы покупаете первым Секрет Релик, люди могут подумать, что вы делаете либо Рапиру, либо Эбисел Блейд. Но обычно Эбисел Блейд начинает с Башера. Поэтому люди подумают, что вы будете делать Рапиру и будут фокусить вас гораздо-гораздо сильнее, потому что с Рапирой антимаг это уже просто ГГВП. Они будут цепляться за свою победу, и чтобы вас, конечно же, не убили. Они будут стараться делать все, чтобы... Наоборот, чтобы вас убить. Поскольку Рапира будет... Если вы соберете Рапиру, им будет плохо, но если... Как бы так помягче сказать. Они будут думать, короче, что вы собираете Рапиру и будут в фокусе вас сильнее. Все, это все, что я хотел сказать. Все остальное это просто мои глупые затухания моего мозга, которые еще не свалился в моей черепной коробке, которого вообще нет. Бред сказал. Ну да ладно. Итак, покупаем мы Abyssal Blade и идем уже драться, уничтожать, убивать, потому что никто уже не сможет выставить против антимага вот с таким же закупом. Он убивает, конечно же, даже Воида. Именно того самого Воида, который, если, конечно же, успеет его за... застанет перед тем, как он будет юзать купол. Итак, с таким закупом мы действуем вот именно так. Смотрите. Итак, вот вы стоите, видите вашего противника, который, допустим, у нас свер. Он стоит, допустим, фармит крипов Вы Влетаете, даете манту, даете эбисол И убиваете его Ульту можно тратить, если там несколько человек Конечно же, конечно же Не жалко тратить ульту, если там несколько человек Но если это какой-нибудь вражеский саппорт То это будет выглядеть примерно так Окей Итак, после того, как вы полностью изнасилуете команду противника И начнете над ними издеваться У вас начнется, конечно же, изикатка И враги ничего не смогут вам сопоставить Только если их кри не фантом-ассасин Сильно не расфармлен Или не сильно расфармленный Войт с маги-гинг-баром Это вообще, конечно, плохо Поэтому это единственная проблема Итак, переходим к следующему А как бы нашей рубрике Не рубрике, не знаю как сказать Друзья и враги Итак, первый И очень наш хороший друг Это Сайленсер Поскольку он будет выжигать всем ману И антимаг выжигает всем ману И ульта антимага будет гораздо действеннее После того, как Сайленсер даст свой прокаст Из первого и третьего скилла Которые, в принципе, не требуют особого умения играть И эта связка очень хорошая Плюс Сайленсер очень хороший герой Который может дать Законтрить того же самого Войда С помощью своего ульты Даст просто первую и третью ульту И как бы массовый Сайленс И уже враги ничего не смогут вам сопоставить В течение некоторого времени И вы можете просто со своей командой Разбирать противников Итак, второй очень хороший саппорт Это Тренд Протектор Который будет, конечно же, вас защищать Конечно же, давать вам хил Иногда давать вам инвиз Чтобы вы смогли кое-как загангать И, конечно же, замедлять противника так Что вы будете просто его бить Он попытается на вас агрессировать И вы будете просто хилиться с его агрессией Поскольку второй скилл Тренд Протектора Очень сильный Итак, продолжаем Забыл, конечно же, отметить ульту Тренд Протектора Он сможет всех связать на некоторое время Конечно, тима культует Все, ГГВП, леваем пацаны Это просто не контрится Итак, следующий наш друг Это, конечно же, Дарксир Дарксир, он, во-первых, может вас Очень хорошо защитить Не защитить, а дать вам очень хороший дебаф При помощи своего щитка Который даже на начальных уровнях Дамажит очень сильно Плюс может вас спасти Вашу по началу игры Тонкую задницу При помощи своего третьего скилла И, конечно же, первый скилл В сочетании с ультой Дарксира Помогут вам очень хорошо Набрать себе фраги Сделать рампэйдж при помощи вашей ульты Поскольку на антимаге рампэйдж Сделать очень просто Если, конечно, у вас в черепной коробке Есть остатки головного мозга Которых у меня, к сожалению, нет Итак, друзья, я надеюсь, я достойно вам Все объяснил Я очень волновался Поэтому прошу прощения за некоторые затупы Которые у меня были Я вспомнил это слово Сборка уже есть в стиме В принципе, я советую вам Если вы хотите поставить лайк Этой сборке Чтобы она как-никак прошла в топ Потому что Это как бы хорошая сборка Здесь есть все итемы И собирать их Написано даже, в каком порядке Их нужно собирать Все описание, в принципе, есть Ссылка будет скинута В описании к видео В принципе, всем спасибо за просмотр Сейчас скоро выйдет гайд То есть, эта рубрика Именно такая То, что сначала выходит обзор на героя Потом выходит на него гайд Всем спасибо за просмотр Я очень нервничал Это был всего лишь первый раз Поэтому, когда я делал именно такую рубрику Поэтому прошу оценить меня достойно Любая критика будет воспринята Как, конечно же Любая критика Будет воспринята положительно Поскольку мне нужна критика Чтобы Развиваться дальше Поэтому всем спасибо Всем пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!